Есть много состояний. Если не я мне, то кто мне тогда когда-то пробуждается и вспоминает, что нет никого, кроме него? Так. И я тогда спрашиваю себя, окей, ну хорошо, ты прошёл целый день, а в конце вспомнил? Ну если ты всё-таки вспомнил, это хорошо. Хорошо. И есть состояние, когда ты начинаешь работать и сразу же вспоминаешь, что нет никого, кроме него, и это тебя успокаивает, поскольку сам ты ничего не можешь сделать, поскольку нет никого, кроме него, где правильная дистанция между ними? Поэтому я и говорю, не можешь ты дистанцию эту измерить, но они должны быть вместе, если не я мне, то кто мне, и нет никого, кроме него. Если я произвожу все действия, и нет, кроме него, находится внутри, во мне это находится, его рука внутри меня и направляет меня, и я как бы вместе с тем, что он направляет меня, я как наездник и конь свою работу делаю сам. Настолько, и тут есть множество вопросов, мысли, меня кидает из стороны в сторону, я должен прийти к состоянию, что мы не мешаем друг другу. Когда это может быть, когда он все время, рука, которая вертит мной во всем, при этом я чувствую себя свободным и действующим, как будто его нет. Как же это может быть одновременно? Это же раздвоение, шизофрения какая-то. Ну? Если пытаясь понять то, что вы говорите, есть буфер. Нет буфера, наоборот. Ты говоришь, хочешь измерить дистанцию, нет буфера. Наоборот, нет ничего. Вот здесь попробую понять, что такое единство. Я действую на 100% самостоятельно. Он во мне действует на 100% самостоятельно. И мы не мешаем друг другу. И мы находимся вместе в действии относительно любого синхронизированного в идеальном виде. Вот это называется слияние. Я не отказываюсь от своих разума и чувств. Я их на 100% привожу в действие с анализом полностью, весь во всем. Я не отменяю себя, делая из меня все, что хочешь. Нет, нет. Тогда это слияние полностью по ним бы по ним, лицом к лицу. Продолжение следует...